всем здравствуйте сегодня мы с вами находимся в ванной комнате как видите я сюда орхидеи составила лишь только для одного дела которое необходимо делать вам два раза в год но по крайней мере я этому придерживаюсь ближе к весне но можно даже чуть позже где-то в марте месяце вот у меня сейчас пока время есть я решила этим делом заняться второй раз это уже ближе к осени где-то примерно в сентябре месяце я это дело обязательно у меня есть вот такой вот замечательный препарат о котором я вам постоянно говорю в каждом из своем видео это оберон инсектора корицит от вредителей то есть инсекта что это значит это значит что он может убивать но таких родителей как мучнистый червец щитовка трипсы а корицит это разновидности клещей для тех кто не знает получается где-то 4 года назад я столкнулась с таким вредителем и кто знает его напишите мне пожалуйста в комментариях кто с ним сталкивался это красный клещ я тоже уже про это постоянно вам тут говорю говорю но почему-то люди не вникают и не стараются придерживаться то о чем я постоянно вам рассказываю как только я начала именно обработку проводить орхидеи именно обероном у меня вредителей не стало я два года мучилась с красным клещом чем я только его не выводила но фитоверм ну ладно понятно что он такой слабенький дельцит покупала различный шампунь там для животных тоже как вещей различные препараты от вредителей но ничего мне не помогало вообще до тех пор пока я не стала применять именно оберон чем же он хорош он хорош тем что он убивает не просто вредители а также он убивает яйца я вот смотрю да некоторые блогеры мучаются там лечат постоянно идет заражение заражение конечно это очень плохо и это очень печально в плане того что выводить его этого красного клеща тяжело и я всегда говорю вот если допустим у вас орхидейка вот такая в присутствует какой-то вредитель который живет именно внутри грунта его легко победить пару раз замачивание в каких-то препаратах и он уничтожается но те вредители которые растут именно на листьях вот здесь на поверхности а красный вредитель он живет и размножается в пазухах еще раз вам ставлю картинки как он вообще может поражать орхидеи и таких вредителей крайне сложно выводить и от них избавляться все вот я два года промучилась далее обработка была у меня всего лишь один раз именно обероном можете сделать в качестве но один раз как лечение второй раз тоже лечение через десять дней но уже третью как профилактику где-то недели через две но даже можно через месяц все вы от них избавитесь точно это проверено на моем личном опыте это ребят не реклама со мной никто не сотрудничает этот препарат я его сама нашла и но есть такое да существует что у вредителя есть иммунитет именно к препаратам но я по себе поняла что нет нет вот я как обработку эту провожу именно а беру нам так мне это все помогает и спасает то есть я не приобретаю какие-то еще препараты я только пользуюсь им также многие пренебрегают именно тем моментом когда получают покупают новые орхидеи они почему-то ну либо не проводят обработки вовсе либо берут какие-то слабые препараты также говорится некоторыми блогерами о том что оберон зачем лишний раз им травить орхидеи прям травить но не хотите не травите я всегда когда приобретаю новую орхидейку я ее обязательно профилактирую до оберон он в основном идет для лечения но профилактика с обероном ни одной из моей орхидеи не навредила ни одна из моих орхидей не погибла погибнуть они могут конечно в том случае вот сейчас я эту процедуру буду делать и в очередной раз с опаской потому что буду лить обильно воду с раствором она будет попадать глубоко в пазухе и если вот в этих пазухах остается вот между листьев у стволом доход что любая вода любой раствор и может произойти загнивание шеи да вот это вот я опасаюсь но больше ничего если у вас несколько орхидеек там в количестве допустим 10 до даже 20 штук вы можете спокойненько протереть но так как у меня коллекции не маленькая или у меня нет времени прямо на каждую из них от братьев этом стоять аккуратненько протирать все такое же мне проще вот всегда вот их перенести и все разом обработать конечно чревато рискую ничего не поделаешь также ребят я душеванием орхидеи не занимаюсь потому что зная свою воду и мои орхидеи они к этому не приучены я также столкнулась один раз что опрыскивала но вернее проливала с душа и шеи многие орхидеи загнули поэтому я думаю да зачем он мне лишний раз нужно все эти проблемы они у меня без душевания нормально растут нормально цветут и никаких проблем нет но сейчас будет такой момент до якобы душевания и получается где-то два года назад вот да я применила этот оберон и с тех пор нет у меня вообще проблем с тем что какой-то вредитель кстати папу я ни разу в живую если честно не видела трипса я его не знаю я знаю как он выглядит на картинках и некоторые архиводы с ним борются не было потому что я не пренебрегаю этими процедурами я всегда орхидеи новые обрабатывая от вредителей и дело профилактику именно он грибковых заболеваний так как у меня большая коллекция орхидей я решила что оберон я разбавлю в одном литре вообще он разводится 1 миллилитр на 2 литра воды даже купив 5 миллилитров вам будет его больше чем предостаточно если вы приносите одну орхидей q я из своих расчетов делаю три капли на 100 грамм воды все этого хватает ребят обероны есть в наличии обращайтесь почта россии могу отправлять вот здесь у меня пустой поливизатор я просто переливаю сюда и уже буду опрыскивать орхидей кем также конечно можно его и добавлять в полив если вы ребят вдруг замечаете что у вас в грунте живет либо по дуру вот в этом видео можете посмотреть также там можете посмотреть про красного клеща то оберон лучше его его использовать его использовать нужно от более серьезных вредителей по дуру можно уничтожить обычным фитовермом окно и все начинаем обработку сразу же вам хочу сказать о том что если у вас к примеру цветущая орхидея либо уже на больших бутонах но сейчас тоже сразу проверим вот если вот такие бутончики так скажем незначительные обработать обероном можно а цветущую нет кто-то мне в комментариях писал о том что они обероном обрабатывает и цветущие у них все нормально вот сколько бы не сталкивалась с этим постоянно они отцветают так что либо вы здесь но когда уже прям конечно идет нашествие вредителя вот этого красного клеща вы должны даже вообще цветение убирать но в противном случае обрабатывать цветочки тоже иначе смысла лечения в этом нет вы как получается растение само обрабатываете да вот все эти обработки проводите там цветонос обязательно опрыскиваете а цветочки нет ну и что здесь живет допустим но там десять каких-то вредителей и после обработки они также уйдут уйдут вниз или что вы делали то зря здесь у меня на данный момент стоят орхидеи только здоровая вот такие вот орхидеи я их выставила отдельно сейчас им позже будем также с вами их обрабатывать потому что видите идет поражение шеи и я не рискну это место лить не дай бог что-то вода сюда попадет и разовьется грибковость будет так скажем палка о двух концах также сейчас у меня ни одной орхидейки нет не присутствует именно с цветением не хочу чтобы отцветали но у меня и проблем с родителям нету и поэтому на данный момент я не вижу смысла своей цветущей орхидеи опрыскивать если у вас ребят еще раз повторюсь несколько орхидей небольшое количество вам необходимо и даже на момент покупки когда вы их приобретаете со всех сторон листья изначально обработать даже когда они у вас больные и заражены любым спиртосодержащим раствором я всегда это делаю водкой и только потом начинаете обработку потому что на чистую ткань они лучше но на чистый лист лучше всего ложится данный раствор также у меня здесь не присутствует никакие прилипать или и но смысла в этом не вижу потому что а берон он и без прилипать или работает на уран вот кром обильно обильно все у меня вода потекла в шею я все идейте что здесь стоят и что у меня находятся в зале и в кухне то есть это здоровая орхидея те орхидеи которые у меня стоят на реанимации я их опрыскивала вот буквально недавно тоже перед записью видео но я их опрыскивала не таким пульверизатором который дисперс на которое мелко прыскает то есть него вода не бежит как вот с этого два раза пшик сделал все улетает на ствол и обязательно стволы их нужно у здоровых орхидей повторюсь их прорабатывать потому что красный клещ сама вот этот паразит из всех паразитов с которым я столкнулась он живет там глубоко вот тоже покупала аэрозоли спреем от насекомых бонафорте мне не помог убить красного пища и какие то тоже можете в комментариях мы даже и хотите написать о том что есть японские препараты которые также прекрасно борются убивают но мне это пока не нужно на смысл не вижу я для себя нашла один препарат я им пользуюсь и как я ранее сказала привыканием ну нету либо у меня вредители вовсе нет потому что делаю все эти профилактики на может даже не если какие-то вредители и существует то оберон их на точке убивает плюс личинки и яйца и вот это я проделал абсолютно с каждой орхидей кого здесь у орхидеи цветонос растущий но ребят здесь нет ни бутончиков здесь нет ни цветения поэтому без опаски могу спокойно опрыскать и эту процедуру же сейчас они камеры опрыскивания проделаю с каждой орхидей к и вам пользу покажу и вот ребят говоря именно про препараты японских производителей я не говорю о том что они плохие да сонские препараты даже удобрения различные стимуляторы они хорошие но я не вижу так скажем целесообразности что ли иметь огромное количество вот каких-то препаратов от вредителей я нашла для себя один и по цене он приемлемый и мне нравится вы не пожалеете за эти 5 миллилитров 160 рублей и его приобретите это будет намного дешевле нежели вы принесете домой орхидею там не знаю профилактировать даже ее фитовермом от которого толку нету как и ранее сказал можно только по дуру лечить все у вас начнутся на заражение и японские препараты они очень дорогие вот если честно но я не знаю может быть не бюджет не настолько позволяет все эти японские препараты покупать там фунгициды что-то еще конечно я вам приглядела для себя антибиотик японский которые обязательно куплю но они очень дорогие я посмотрела насколько сколько дорого не стоит там 5 миллилитров можно купить за 500 чем-то рублей мне кажется это полный абсурд такие бешеные деньги тратят когда есть наш русский советский так скажем производитель отечественной которые предлагают отличный препарат за небольшие деньги и листики вот опрыскиваю прям со всех сторон можно даже вот здесь грунт если опять же у вас небольшое количество орхидей можно прямо здесь все обильненько в грунт напрыскать даже качестве профилактики раз в полгода и вот уже добавлять в грунт но я ни разу утром честно скажу ни разу его в грунт не добавляла у меня в этом необходимости не было знаете сталкивалась вот несколько раз мы шлистым червяцом я сталкивалась это прям было у меня они шли именно покупные я заказывала орхидеи для себя почтой и там вот столкнулась с мучнистым червяцом для его пробовала уничтожать фитовермом актарой не помогло не тоже спрей от бонусорка использовала три раза различные препараты под действует реально не помогло в три раза различные знаю почему не узел а в 10 дней его не было я его не встречала не видела потом хопаньки опять начал прорастать но думаю ладно что у меня есть заберу и оберон использовала и прям с первого раза вот говорю честно как есть не то чтобы мне тут вам разрекланировать этот препарат как есть выкладываю все как на дуку все уже эти орхидейки здоровые где все опрыскала и сейчас перейдем именно чтобы были но те которые ранее были подвержены грибковой ста шеи хранит и гнездо лабы главное нам сейчас шею потому что вода обильненько затекает эти орхидеи у меня сейчас будут стоять где-то примерно 15 минут за 15 минут вот прям не трогай ничего за 15 минут у них листовая пластина ну где-то процентов так на 70 просохнет и далее я буду прям прям буду я мне поленюсь и у каждой орхидеи с пазух со всех я водичку соберу на это чуть позже покажу давайте конечно перейдем уже перед этим у которой есть побеждения на стволе и как их обрабатывать вот ребят все эти орхидеи с того же самого окна но только когда-то были и пострадали от какой-либо грибковости даже вот этот орхидеечку взяла сюда именно поставила с вами убрала изначально там она была я даже не рискнусь удалить потому что видите такую я ее и приобрела оцененную почты у нее есть вот это вот чешуечка если вода туда будет попадать вот так же может развиться там уже в дальнейшем какая-то грибковость у всех остальных вот именно до проблемы на шее вот тоже проблема на шее было у кого-то корневая хорошая но корневая это ерунда мы сейчас именно обработку ведем на шее хочу сразу вам ребята впечатлите показать в это видео вот такую беляночка красавицу который мне муж подарил и дает уже по моему 3 домашние стене вот такой у нее длинненький цветонос плюс вот еще один наращивается обрабатывать от вредителей я не буду я не хочу я портить цветение она только начинает цвести именно ребят на такой чисто белой орхидеи четыре года назад как только у меня появился клещ я его обнаружила все потому что цвет-то белоснежный и вдруг какие-то даже потертости не знаю любая травма даже грибковость она прекрасно видно на белом имейте орхидейку белого цвета будет вам индикатором тоже если у вас грибковость либо вредителей если какой-то даже тот же дикий код вы просто напросто то можете не заметить там такой насыщенный окрас а именно у нее на лепесточках начали образовываться точечки но местами тут там сям и они знаете когда грибковость именно вот это вот эти точки они образуются но не серого цвета а когда вредитель красный клей что они получаются где-то коричневого оранжевого цвета и тогда то вот случилась эта беда и конечно ту белую орхидейку мне красный клещ он ее полностью сажал вообще до конца ее всю также можно но вам заморочиться если опять же у вас маленькая коллекция и всем орхидеям протереть лист даже от пыли и потом уже но не то что протереть просто именно со спиртосодержащим раствором а потом уже на ватный диск я наношу оберон и начинаю вот так вот листики прям мощным со всех вот сейчас вижу вода затекла в точку роста и мне ее нужно прям моментально собрать потому что это орхидея ранее была подвержена грибковости значит у нее иммунитет не такой стойки как может быть у других орхидей и вот эти все тоже я о них могу сказать лучше всего так сразу же и моментально удалять и то же самое продеру проделываю эту процедуру со всех сторон прям листики протираю хорошенечко уже это все сделаю обработку вне камеры и главное ребята тоже мне нужно будет проработать сам ствол что я делаю я вот здесь вот его протирают можете всяко-разно тоже его протирать лишь бы главное чтобы водичка туда не попало вот цветоносик который только формирует бутоны я его помогу его тоже весь протереть но не трогает тот цветонос который с цветочками вот этот вот самый длинный конечно можно его вот так вот весь 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 против речи от орхидею выроню и до первого цветочка как только я полностью орхидею обрабатываем обязательно беру новый ватный диск и уже начинаю работать другой орхидеи ни в коем случае вам не нужно одним диском прорабатывать всю свою коллекцию и дай бог где-то кто-то сидит и вы можете это просто разнести поэтому я но лично я вот придерживаюсь таким рекомендациям и вам советую плохого не могу пожелать только лишь хорошие это что наработано мною годами если вы цветущую орхидею но обрабатываете именно вот так по листу то она не цветет нет ни в коем случае потому что я все эти профилактики делаю снов прибывшими они в основном идут цветущие и ни одна еще орхидей к именно табирона не цела но если обработаете сам цветочек все зарянет мне живот буквально недавно моя подруга принесла на передержку орхидеи вот этом видео можете посмотреть про них тоже интересны такие ситуации кстати и там то я обнаружила тоже клеща проделала два раза обработку вот надо за видео про нее записать потому что случилось корень стволовая гниль теперь мне нужно будет лечить лишь только потому что вода вот это затекла в пазуху и орхидеи же отцвела буквально сначала это думаю ну как здорово нет цвета и все видимо действительно берут это мои там при но я так думала что он дает тот эффект что они могут отцветать ну нет буквально прошло дни и пять и цветение его уже не стало все ребят прошло у меня 15 минут даже можете видеть что листья они просохли и обязательно прям у каждой орхидей ки вот так вот можно одним ватным диском я хорошенечко все пазухи прорабатывая да это время занимает достаточно большое количество но тем не менее проблем у меня в дальнейшем не будет и что хочу вам сразу сказать смысла от таких обработок у вас нет если вы вообще в целом пренебрегаете обработками от вредителей то есть покупая новую орхидеи вы ее ставите на подоконник со всеми пусть даже со здоровыми а то которая вновь прибывшая она может быть заражен заражена любым вредителем без разницы и тем самым у вас вот этот идет циклический круг который постоянно постоянно что я делаю я новую обрабатываю орхидею далее она у меня стоит на адаптационном окне месяц даже если я никого и ничто там не замечаю я все равно когда ставлю их уже ко всем на основные окна я и еще раз также обрабатываю орхидей киа бироном на случай всякий а потом уже две вот эти обработки провожу именно весной и осенью и вот такие вот нехитрые манипуляции с помощью недорогого препарата я провожу и у меня дай бог никто и никогда не заводится теперь уже все это я проделаю вне камеры все основное главное я вам показала думаю что вам понятно пишите мне под каждое видео есть ссылки на социальные сети так вы меня можете найти со мной связаться в приобретении оберона либо каких-то других сопутствующих товаров всем ребят спасибо большое за просмотр обязательно подписывайтесь на мой канал всем пока